В Японии вспоминают жертв разрушительного землетрясения, которое произошло 6 лет назад. Последствия стихийного бедствия в разных уголках мира ощущают до сих пор. Например, взрыв на атомной электростанции Фукусима. Что сегодня говорили официальные лица странного государства о трагедии и как почтили память погибших? Далее в сюжете. Праурная церемония начинается ровно в 2 часа 46 минут. 11 марта 2011 года в результате самого разрушительного землетрясения в новейшей истории Японии почти 16 тысяч человек погибли. Около двух тысяч до сих пор считаются пропавшими без вести. Я бы хотел воздать должное всем тем, кто принимал участие в ликвидации последствий этой трагедии. Люди из пострадавших районов на протяжении последних шести лет не прекращали помогать друг другу. Восстановление пострадавших территорий не прекращается и сейчас. Эпицентр землетрясения находился в 70 километрах от побережья Японии. Почти сразу же на островное государство обрушилась цунами. Гигантская волна достигла населенных пунктов через 69 минут. Первым под водой оказался аэропорт Сендай. Среди наиболее пострадавших префектур Фукусима. Там произошла авария на атомной электростанции. Меньше чем через сутки после стихийного бедствия там прогремел взрыв. Зараженная радиоактивными материалами вода разлилась по разрушенной округе. Последствия катастрофы до сих пор дают о себе знать. Опыт этой катастрофы мы учли. Теперь правительство будет уделять больше внимания безопасности и профилактике чрезвычайных происшествий. Мы вынесли пусть и тяжелые, но ценные для нас уроки. Мемориальную церемонию в прямом эфире показали все национальные телеканалы страны. Наиболее пострадавшие северо-восточные регионы, как сообщается, за происходящим в столице следили особенно внимательно. Помимо государственного токийского мемориала в переживших бедствия городах появились сотни памятников. Многие установили родственники тех, чья жизнь оборвалась весной 2011-го. Виталия Кушмирук, подробности, телеканал Интер.